Четырнадцатая глава книги Пророка Иеремии Слово Господа, которое было к Иеремии по случаю бездожья. Плачет Иуда, ворота его распались, почернили на земле, и вопль поднимается в Иерусалиме. Вельможи посылают слух своих за водою, они приходят к колодцам и не находят воды, возвращаются с пустыми сосудами, пристыженные и смущенные, они покрывают свои головы. Так как почва растрескалась от того, что не было дождя на землю, то и земледельцы в смущении и покрывают свои головы. Даже и лань рождает на поле и оставляет детей, потому что нет травы. И дикие ослы стоят на возвышенных местах и глотают, подобно шакалам, воздух. Глаза их потускнели, потому что нет травы. Хотя беззаконие наши свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико. Согрешили мы пред Тобою. Надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Для чего Ты как чужой, в этой земле как прохожий, который зашел переночевать? Для чего Ты как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти? И однако же Ты, Господи, посреди нас, и Твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Так говорит Господь народу сему, за то, что они любят бродить, не удерживая ног своих. Зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие их и наказывает грехи их. И сказал мне Господь, Ты не молись о народе всем во благо Ему. Если они будут поститься, я не услышу вопля их. И если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их. Тогда сказал я, Господи Боже, вот пророки говорят им, не увидите меча, и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на всем месте. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и гадание, и пустое, и мечты сердца своего. Поэтому так говорит Господь о пророках, они пророчествуют именем Моим, а Я не посылал их. Они говорят, меча и голода не будет на сей земле. Мечом и голодом будут истреблены эти пророки. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча. И некому будет хоронить их. Они и жены их, и сыновья их, и дочери их, и Я и залью на них зло их. И скажи им слово это, да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не перестают. Ибо великим поражением поражена Дева, дочь народа моего, тяжким ударом. Выхожу я на поле, и вот убитые мечом, вхожу в город, и вот истаивающие от голода. Даже и пророк, и священник бродят по земле бессознательно. Разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивился он? Для чего поразил нас так, что нет нам исцеления? Ждем мира, и ничего доброго нет. Ждем времени исцеления, и вот ужасы. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззакония отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей, вспомни, не разрушай завета Твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь, или может ли небо само собой подавать ливень? Не Ты ли это, Господи, Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok